здравствуйте друзья есть что-то хорошее знаете в пенсионерском таком житье бытие а я уже последний урок свой провел и так мое участие в делах предприятия чисто такое наблюдение издалека консультативная ну еще я по средам веду семинар для тех кто работу ищет а так это не каждую среду там настроение есть проведу не то стране не проведу ой сегодня понедельник вот уже к двум часам дня мы только что приехали из санта-круз я даже вот кофточку еще не переодел там прохладно знаете в санта-круз существенно прохладней и как-то так я с утра подмерз можно сказать вот в такой на рыбьем меху что называется фуфаечка хорошо мы уехали в пятницу вечером значит и субботу и воскресенье там три ночи ночевали ну хорошо ну правда хорошо воздух такой и я заснял несколько сюжетов один сюжет у нас про художницу наташу из они вообще корнями из ивана франковска но жили в киеве потом она училась еще в ленинграде санкт-петербурге не как тогда называлась молодая девочка вот и я у нее даже картиночку купил вот на минут 20 там смотрим картинки болтаем с ее мамой с ее папой мама ее оказалось нашей подписчицы но не такой знать которая все подряд смотрит потому что она говорит где же я видела вас где вас и потом до нее дошло что это же мой ютюб я же ваша подписчица сказала она ну в общем такая вот радостная радостная вещь их там три сестрички вот художница наташа и еще две девочки лет 12 так 11 вот такие похожи на погодки вот и они такие танцовщицы такие они там все танцевали ну в общем так вот очень мило провели время потом в субботу к нам приезжали гости и в воскресенье к нам приезжали гости и как бы несколько пар гостей то есть как бы не то что один гость приехал или там пара гостей одновременно а вот так одни гости потом другие гости в субботу приезжали ребята ну один из них он студент бывший вот а с ним девушка 19 лет юная красавица такая тоже откуда-то с украины вот у него девушка очень они приехали приезжали они ну типа мимо ехали или что-то вот заехали поболтать на часок мы с ними на даче потрепались их интересовали вопросы поиска работ одновременно с этим заехали наши местные друзья к ним в это время приехали друзья из израиля и в общем мы с друзьями из израиля очень милые были люди в общем так вот на суббота прошла а воскресенье соответственно у нас сначала приехала девушка наташа с мужем они оба у меня когда-то учились то есть но где-нибудь году в пятнадцатом в четырнадцатом в пятнадцатом он учился онлайн потом в пятнадцатом она приехала учиться живьем в общем так давно знакомы фактически там почти десять лет да носим такая история мы с ними ходили гуляли по городу засняли много сюжетов и я вот сейчас уехал с дачи и поставил грузиться вторую часть видео как мы ходим в бизнес где шоколад делают очень вкусный бизнес очень вкусный прямо три минуты пешком от того места где мы живем вот в санта-крус где там наш дом буквально вот ногу там пар кварталов пройти там этот шоколадница мы были там как-то ну я не знаю лет 10 назад вот не не нашим потом потребляли много шоколада но но действительно нас там провели по всему цеху и сейчас я подумаю у меня первое видео было минут на до 20 на второй минут на 20 общем такого плана то есть настоящая такая экскурсия по производству с дегустацией и карамель они сами делают и шоколадом заливают и там у них техника специальная и такое с одной стороны с другой стороны в целом ручное производство каждую конфетку они окунают жидкий шоколад и там на поддончик кладут поконфетно сами делают в больших количествах карамель вкусная карамель но вот как 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 и риска такая жесткость и жесткую риску я вязкая такая на зубах вот они еще шоколадом еще сверху орешек пекан положат но в общем замечательно так что мы именно снимались мне на несколько дней хватит вам вывешивать видео и параллельно мы но мы все время обсуждаем как нам дальше развивать каналы то что время вроде появилось аппетит к этому делу есть между двумя каналами надо как-то значит нам разделиться и нам люди грамотные говорят вы как бы так снимаете как ну как многотиражка заводская там шлеп-шлеп вот а вы делаете может быть там раз две недели может быть даже раз в месяц но так чтобы люди ждали то чтобы качественное видео тогда у вас будет больше там я не знаю подписчиков или там просмотров там или еще что тут есть одна слабина в этом во всем то есть безусловно готовится и планировать и делать и так далее это неплохо все но просто выговориться надо вот я вот еду сейчас с вами разговариваю мне жить это поговорить то тоже надо знать как в анекдоте к а поговорить так что не 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 очень пока знаю как там по структуре пойдет но посмотрим вот сегодня мы получили там какое-то количество посылочек светлана заказала какое-то там оборудование специальное ну по мелочи для того чтобы снимать приготовление пищи а то так я хожу с камерой вот 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 так я не помню я вывесил не вывесил мы делали катарс когда гости пришли приходили в субботу это было в субботу мы делали копченую скумбрию по моему я еще не вывесил сейчас приду в офис в офис я вывешу вам копченую скумбрию какая скумбрия друзья какая скумбрия и вот значит но как я обычно хожу там с камеры и снимаю тут поснимал там поснимал здесь поснимал но светлана хочет посерьезному это делать так не то что в ней нужен кулинарный канал нет мы мы не собираемся но не есть там полтора два десятка там каких-то рецептов которые она считающие другие находки есть и там надо поделиться и так далее вот и так уже чтобы хорошо снять она смотрит кулинарные каналы ведь как у света есть определенный вкус уже к этому делу потому что она смотрит кулинарные каналы и такие где именно готовят где именно виден рецептом и так далее вот мы например на посматриваем на альберта альберт это старший брат нашей алисе вот которая съехала недавно из нашего билдинга но у алисе есть старший брат старший брат ее у него десятки миллионов подписчиков у него каналы на тик токе в инстаграме у него на ютюбе там по-моему 20 миллионов называется альберт кен кук альберт андерскор и одним словом кен кук то есть он такие делает вот но у него именно фан такой знаете фан развлекуха то есть у него не видео не о том как именно сготовить ну может быть есть видео где как готовить но у него очень много шорт и эти шорт набирают десятки миллионов там просмотров и они такие именно именно прикольные но вот мы не это хотим мы не прикольное хотим а мы хотим просто вот по рецептам да есть есть много каналов где все по рецептам поэтому ну и поговорить тоже немножко поговорить но ведь как сейчас зритель требовательный он если ему что-то обещали там название он хочет ему сразу выложили он не то что он там хочет чтобы ты сначала поговорил а потом дальше выяснилось что вообще это и не по теме пойти так тоже нельзя надо аккуратно со зрителем надо аккуратно все друзья приехал я на работу если тут у меня должно быть какое-то количество грин карты номеров соцстрахования зрители мне пишут значит там на сайте госдепа можно отследить там есть страничка где можно отследить поэтому они отслеживают и говорят вам пришло вам пришло сегодня с утра там человек пять написали вам пришло о друзья я сказал дофига всего это грин карта это тут всякая корреспонденция ну где-то номер соцстрахования где-то запрос на дополнительную биометрию а это вот конверт и люди говорят вот это мой конверт а вы мне пришлите ведь как у нас с утречка то ну счастливы тогда